В ближайшее время автомобилистов ждет ряд изменений в правилах дорожного движения. Так, с 8 декабря на транспортные средства, управляемые инвалидами или перевозящие инвалидов, действия знаков «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по четным числам» и «Стоянка запрещена по нечетным числам» распространяться не будут. Кроме того, скорректирован порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП, а также исключена обязанность водителя клеить на авто знак шипы. Об этом и не только в сводке 112. Сразу два человека стали жертвами пожаров на минувшей неделе. Всего в Морел за 7 дней зарегистрировано 19 пожаров. Среди погибших трехлетний ребенок. Трагедия произошла в субботу 1 декабря в одной из деревень Горноморийского района в частном доме. Возгорание обнаружила хозяйка дома. По словам женщины, когда она вернулась из кухни, расположенной в другой части дома, в комнату, где были ее дети, помещение было наполнено дымом. Найти в густом дыму младшего ребенка ей не удалось. Его старший брат, мальчик, 15-го года рождения, не пострадал. Огонь быстро охватил деревянный дом. Отстоять строение было уже невозможно. После ликвидации горения на месте пожара было обнаружено тело погибшего ребенка. Вечером 2 декабря произошел пожар в городе Ишкрале в многоквартирном доме на улице Луначаровского. Возгорание обнаружили соседи. Пожарные в коде тушения обнаружили тело погибшего хозяина, мужчины 34 лет. По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожности при курении. Спасатели республики бьют тревогу. С начала года на пожарах в республике погибли уже 5 детей. Нередко причиной трагедии становится детская шалость. Специалисты напоминают не оставлять дошкольников одних без присмотра, а спички, зажигалки и горючие жидкости хранить в недоступном для детей месте. Что касается обстановки на дорогах, на минувшей неделе в Мариел произошло 10 ДТП с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Основная причина столкновений – выбор водителями скорости, не соответствующий конкретным погодным дорожным условиям, выезд на встречку, несоблюдение дистанции между транспортными средствами. Что касается наездов на пешеходов, то за минувшую неделю произошло 3 таких дорожно-транспортных происшествия. Они зафиксированы в Оршанском и Паренгинском районах. С 8 декабря на транспортные средства, управляемые инвалидами или перевозящие инвалидов, в том числе детей инвалидов, действия знаков «стоянка запрещена», «стоянка запрещена по четным числам» и «стоянка запрещена по нечетным числам» распространяться не будут. В ближайшее время автомобилистов ждет ряд изменений в правила дорожного движения. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации было опубликовано 30 ноября. В частности, касается исключения обязанности водителей использовать опознавательный знак шипы на механических транспортных средствах, имеющих шипованную резину. Также с 8 декабря корректируется порядок действий водителей транспортных средств на месте дорожно-транспортного происшествия в связи с тем, что теперь будет предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции, независимо от наличия у участников происшествия разногласий относительно его обстоятельств. Еще одно изменение касается полисов ОСАГО. Поскольку многие водители сейчас оформляют ОСАГО на сайтах страховых компаний, то теперь с 8 декабря они обязаны будут в случае необходимости предъявлять инспектору ДПС распечатанную копию. По данным регионального МВД, в последнее время в Мариел участились факты краж из автомашин. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых в совершении преступлений и розыск похищенного имущества. Так в полицию обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что из его автомашины КАМАЗ, припаркованная на окраине города Йошкар-Элы, совершена кража двух аккумуляторных батарей общей стоимостью 10 тысяч рублей. Аналогичная кража произошла на улице Бауна, где из автомашины ГАЗ злоумышленник похитил аккумуляторную батарею стоимостью 3 тысячи рублей. МВД по республике Мариел обращается к владельцам. С целью сохранности вашего имущества не оставляйте к ценных вещей в салоне автомобиля. Осносите транспортное средство надежной сигнализацией. Нанесите на аккумулятор специальную маркировку. По возможности паркуйте транспортные средства на охраняемых стоянках. Если вы стали очевидцем совершения преступления или вы сами подверглись преступному посягательству, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова